Региональные выборы, которые будут проходить 8 сентября, будут иметь особое значение и для страны в целом, и для партии власти. Почему? Потому что, во-первых, среди тех регионов, где будут проходить выборы, есть несколько особенно заметных регионов, в частности, Москва и Московская область. Во-вторых, за прошедший период после прошлых выборов произошли достаточно существенные изменения в политической карте страны. Но это касается, прежде всего, возникновения общероссийского народного фронта как юридически оформленной структуры. У многих, так сказать, наблюдателей сразу возник вопрос, как будут распределяться полномочия между Единой Россией и Народным фронтом. У некоторых даже возникло ощущение того, что Единой Россия пожертвует ради Народного фронта, что на самом деле, видимо, не происходит, хотя определенный баланс сил, так сказать, выстраивается. Несомненно, результат на выборах и в Москве, и в Московской области может легко быть предсказан заранее, но важны цифры. В зависимости от того, видимо, какие конкретные цифры, с какими результатами выйдет Единая Россия из этих выборов, будет зависеть дальнейшая конфигурация политической картины. То есть я думаю, что в зависимости от успеха или неуспеха Единой России будет либо усилен Народный фронт как некая альтернатива ей, либо это будет развитие ситуации, так сказать, с двумя балансами, как бы с двумя партиями власти на выборах. Спасибо. Спасибо.